Уже в следующем году на дорогах вместительных автобусов станет больше, обещают в администрации города. Уехать будет проще и по причине расширения графика перевозок. По некоторым маршрутам изменить автобусы на большую вместимость, так как в часы пик автобусы идут переполненными. Внести изменения в схемы движения некоторых маршрутов с учетом поступивших обращений жителей города, восстановить новый маршрут с Ливенской в сторону Грин, при этом общее количество автобусов на территории города Орла оставить в том же количестве. Одной из проблем, негативно влияющих на заполнение графиков, остается состояние автобусного парка и несоблюдение правил контракта. С рядом перевозчиков договор до конца года намерены расторгнуть. За период с августа по сегодняшний день за неисполнение условий контракта администрации города Орла перевозчикам предъявлено 20 претензий с требованием устранения выявленных нарушений. Это такие, как неисполнение схемы движения, неисполнение расписания в основном в вечернее время, отказ в поездке с пассажиром с проездными билетами. В целом, говорят, жалоб на водителей стало фиксироваться меньше. Однако поводов для расслабления пока нет. С целью улучшить транспортное обслуживание в 2017-м планируется запуск муниципальной программы. В 2017-м году должно быть оборудовано не менее 20 остановочных пунктов, имеющих электронное табло с расписанием управляемых с помощью системы ГЛОНАСС. Около 50 остановочных пунктов с размещением информации, изготовленной типографским способом, с указанием расписания движений, номинования маршрутов, контактных телефонов и так далее. Еще одной темой, взятой под личный контроль властей, стала детская безопасность. В начале текущего месяца глава города дал поручение провести инвентаризацию всех детских площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов, выявить бесхозные и поставить их на баланс управляющих компаний. Не дай бог завтра, что случится на детской площадке с ребенком, и она ни за кем не закреплена. С кого бы мы спрашивали? Поэтому на заливе надо следить. Проверку планируют завершить до нового года. Это около 600 объектов. На сегодняшний день обследована треть. Комиссии зафиксированы ряд нарушений. До их устранения аварийной площадки власти потребовали закрыть. Первые членные мероприятия по недопущению детей на площадке, которые являются аварийными. Есть, такие площадки есть. Они проинвентаризированы и вас так обследуются? Еще раз говорю, обеспечить либо их безаварийную работу, либо недопустить их до детей. От площадок детских перешли к спортивным. Места для зимнего досуга уже начали готовить к открытию сезона. Порядка семи хоккейных корд уже проводились работы по заливке, непосредственно по заливке. Но в связи с утеплением немножко были прекращены. Работа ведется по фактической погоде.